Там будет хоспиталительный фон. Это место, где ВВФ идут. Члены комиссии Международного совета военного спорта задают последние вопросы и обсуждают нюансы обстановки многофункциональной арены. Здесь сейчас проходит Кубок России по керлингу. А 23 февраля, в День защитника Отечества, в Ледяном Кубе состоится церемония открытия третьих зимних всемирных военных игр. Руководитель делегации и проектный менеджер игр отмечают – олимпийские объекты в отличном состоянии. Для проведения зрелищного патриотического состязания готова вся инфраструктура. Я уверен, что игры пройдут на высшем уровне. Комиссия удовлетворена сотрудничеством с организаторами и уровнем подготовки. Думаю, полностью будет подтвержден наш девиз – дружба через спорт. Мы уверены в успехе мероприятия. Все страны внесут свой вклад в игры. Мы взаимодействуем с высокопрофессиональной командой из ЦСКА и Казани. Они вносят новинки в работу военных видов спорта. Мы учимся у них. Кроме того, здесь предоставлены отличные условия для размещения спортсменов. Разработана отличная культурная программа. Это будет незабываемый праздник. До старта уникального мероприятия, которое соберет порядка двух тысяч спортсменов из сорока стран, осталось два месяца. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы проработать организационные моменты и обдумать, как пройдет церемония открытия. Рассматриваются и варианты эстафеты символичного огня. Один из них озвучил начальник ЦСКА во время пресс-конференции. Огонь будет зажжен в Швейцарии и Лазане у штаб-квартиры Олимпийского комитета от огня, который горит у памятника, монумента, основателю современного Олимпийского движения 1-го КВТН. Мы планируем провести воинский ритуал в виде вложения генгу в памятнику российской делегации. Если примут этот вариант, то символические огни одновременно зажгут в пяти военных округах России – Камчатке, Мурманске, на вершине Эльбруса, в Центральной России и на Дальнем Востоке. Все огни сойдутся в Москве перед зданием Министерства обороны, откуда и начнется эстафета огня игр в Сочи. Зажжет и пронесет факел посол Всемирных военных игр. Им назначена двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. Сейчас мне придется как можно больше работать и в продвижении темы зимних военных игр, подготовки. То есть все вот эти мероприятия я должна буду охватить, работать в этом ключе, популяризировать военный спорт, то есть вот эту тематику. Тем более, если мы возьмем статистику, то за последние два года престиж службы в армии в нашей стране достаточно высокий. За пять дней среди лучших представителей национальных команд будут разыграны 44 комплекта наград в семи видах спорта. Биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ориентирование на лыжах, ски, альпинизм, скалолазание и шортрек. Состязания примут олимпийские объекты и горнолыжные курорты. Объекты самые лучшие в мире. Здесь были олимпийские игры. Что касается объектов, мы уверены, что будет все очень классно организировано. Сейчас надо оргкомитет сделать все, чтобы было подготовлено для военных команд, чтобы приехали игры, чтобы прошли на высоком уровне. Помимо спортивных объектов, делегация Международного совета военного спорта посетила и гостиницы, где будут проживать спортсмены-военнослужащие, их родственники и коллеги. В одном из отелей расположится штаб комиссии. Создадут и специальный батальон военных волонтеров, специалистов, обладающих профильным образованием. Они помогут организовывать соревнования, судейства и работу технических специалистов. 13 декабря состоится заседание организационного комитета, на котором мы доложим результаты работы вчерашней и сегодняшней нашего визита инспекционного. Но в общем, центр по подготовке играм, который создан на базе Центрального спортивного клуба армии, нашего прославленного клуба, работает. И решение протокола, который мы подписали сегодня с генеральным сектором СИЗМ, полковником Дорох Мамбико, это тому лишнее подтверждение. Свои обязательства в полном объеме выполняет и принимающая сторона. Город готов обеспечить комфортное пребывание участников и гостей военных игр, предоставит своих волонтеров рекламу, транспорт и безопасность. Транспортная инфраструктура полностью готова к функционированию в период проведения игр. В высокой степени готовности находятся все наши медицинские учреждения. Прежде всего, речь идет о 8-й Краснополянской больнице и 4-й городской больнице, а также о станции скорой медицинской помощи. Что касается зрительской программы, то посетить военные игры смогут все желающие. Для доставки болельщиков на объекты привлекут до 100 единиц транспортных средств – туристические и городские микроавтобусы. Отмечу, зимние военные игры Россия примет впервые. До этого они проходили в Италии и Франции.